Человек Человек – это звучит гордо. Все для человека, все во имя человека. Эти слова мы привыкли слышать с детства. Но что скрывается за этими словами? К сожалению, обычный человек должен рассчитывать только на себя. Хорошо, если он здоров и силен. Он найдет работу, обеспечит семью. Ну а если вдруг несчастье, он инвалид? Государство выплачивает таким людям пенсию от 200 до 300 рублей, в зависимости от тяжести заболевания. А если такой человек захочет устроиться на работу, его не берут. Производительность людей с ограниченными возможностями в два раза ниже, чем у здоровых. Он может устроиться только на предприятия общества инвалидов. Наш рассказ о человеке, который использовал свой талант организатора, ум и предприимчивость для того, чтобы дать шанс людям с ограниченными возможностями на новую жизнь в социальной среде, возможность зарабатывать и жить по-человечески. Недаром он номинирован на почетное звание «Менчанин года». Его имя – Борис Щербинин. Этот человек энергичный, умный, харизматичный, полный грандиозных планов. И этот человек – незрячий совершенно. Меня зовут Борис Иванович Щербинин. Я работаю директором предприятия «Баркас» Белорусского общества инвалидов. Предприятие я организовал в 1994 году. Следовательно, оно недавно исполнилось 25 лет. В тот момент, когда я стал инвалидом, стал вопрос – чем заниматься? В Белорусском обществе инвалидов я организовал это предприятие не только для того, чтобы получить себе работу, но и для того, чтобы дать работу аналогичным по социальному статусу инвалидам, таким, как я. Когда я организовал это предприятие, я надеялся на то, что рабочие места, которые мы создадим, будут заполнены инвалидами. На сегодняшний день, когда нам исполнилось 25 лет, предприятие достигло определенных успехов, значительных успехов, и сегодня работает около 90 человек. Из них 46 инвалидов. Основным направлением нашей деятельности является швейное производство. На нашем швейном производстве производится достаточно много спецодежды для всех отраслей народного хозяйства. В каталоге нашего производства свыше 200 моделей спецодежды. Кроме этого, мы производим широкую гамму постельного и столового белья. Эти все изделия мы производим в основном для предприятий бюджетной сферы, для больниц, поликлиник, детских садов и так далее. А также для предприятий государственного сектора, для частных предприятий и для всех, кто требует нашу продукцию. Кроме швейного производства, организован небольшой транспортный участок. Мы имеем 7 автомобилей, 5 из которых являются грузовыми. Мы их используем не только в технологических нуждах для развода своей продукции, но также для зарабатывания денег путем реализации коммерческих заказов. На нашем предприятии работает 46 инвалидов, которые составляют более 50% численности. Надо сказать, что почти все инвалиды, которые у нас работают, прошли через адаптацию. Что это означает? Инвалид, когда получает инвалидность, он в какой-то мере становится человеком ограниченным, не только в смысле передвижения. Он замыкается в себе, он считает, что инвалид, что ему многие вещи не под силу. И в течение какого-то периода он теряет не только социальные связи, но также квалификацию, теряет навыки, которые он раньше имел на работе. После того, когда мы его принимаем на наше предприятие с целью адаптации к нормальной жизни, мы создаем ему рабочее место, создаем условия для его вхождения в рабочий коллектив и в общество. На своем рабочем месте он не только получает работу и получает заработную плату, которая помогает ему и его семье в какой-то степени улучшить свои жизненные условия. Но инвалид также, оказываясь в рабочей среде, становится человеком общительным. Он понимает, что рядом с ними трудятся инвалиды, которые помогут ему в чем-то. И путем участия в рабочей среде, а также в других мероприятиях, которые мы проводим в период адаптации, человек понимает, что он становится настоящим членом общества. Наше предприятие, входя в структуру Белорусского общества инвалидов, является коммерческим предприятием и часть своей прибыли отчисляет на уставную деятельность Белорусского общества инвалидов. Со стороны государства мы имеем определенную поддержку. Могу рассказать, что это значит. Прямых субсидий от государства на свою деятельность мы не получаем. Предприятие, мое и похожее предприятие общества инвалидов, является хозрасчетными. Они руководствуются тем, что сами зарабатывают деньги. Но льготы, которые нам дает государство, являются существенным моментом для того, чтобы поддержать нашу деятельность. Во-первых, мы не платим государству налоги на нашу продукцию и на наши услуги. Во-вторых, мы имеем льготы на аренду площадей, которые мы арендуем у государственных организаций. В-третьих, у нас есть преференциальные надбавки при продаже нашей продукции. Ну и в-четвертых, надо сказать, что один из налогов, это налог ФСЗН, который мы оплачиваем на заработную плату наших рабочих, тоже снижен. Итак, прямых субсидий от государства мы не получаем, но умело используя льготы, мы строим свою деятельность для того, чтобы успешно давать работу инвалидов и отчислять деньги на деятельность общества инвалидов. Предприятие организовано от Белорусского общества инвалидов. Предприятие на сегодняшний день имеет как и полноценных людей на производстве, так и людей, которые имеют ограничения по состоянию здоровья. Со второй, с третьей группой инвалидности, с первой даже у нас есть люди, которые у нас работают, которым мы предоставили рабочие места, которые могут внести свой посильный вклад, труд в создание того, что мы здесь производим. На сегодняшний день на предприятии работают около 20 человек, вот здесь у нас на производстве, на швейном, закроенном цеху. Около 20 человек ребят-инвалидов со второй, третьей группой. Конечно, работают они вспомогательные, занимают места, вспомогательные руки, но без их труда, без их участия, конечно, создать то, что мы сегодня имеем и выпускаем, и обеспечиваем нашей организации в Республике Беларусь было бы сложно. Я приехала с Украины, здесь у меня нашла свою любовь, я замужем за белорусом, за минчанином. Здесь я нашла свою работу, которая мне нравится, у меня здесь комфортный коллектив, комфортное, лояльное руководство, которое стремится о нас, о нас заботится, о нас обеспечивает работой. Значит, у меня третья группа инвалидности, у меня удалена из щитовика, и вот здесь, как инвалид, я работаю в этом обществе инвалидов. Стараемся облагораживать свое рабочее место. На днях будет концерт, на который у нас руководство обеспечивает бесплатными билетами. На Новый год нам организовывают тоже мероприятия бесплатные. Обеспечивают транспортом, чтобы довести до места праздничного мероприятия. На предприятии работаю 12 лет. Я комплектовщица, комплектую фурнитуру к изделиям, выдаю, нарезаю, выдаю все, что необходимо каждой модели. У меня третья группа инвалидности. Я инвалид с детства, ДЦП. Ну, не сильная форма, как бы, ну, чисто только опорно-двигательная. Так, в общем, у меня все остальное работает нормально. Работа нравится, я как бы работник хороший, работаю ответственная. Много чего выполняю, много функций, свою работу еще и помогаю, хожу. У меня профессия швея, я по образованию швейник, поэтому, как бы, мне эта работа знакома, и это, ну, мое. Зарплата нравится, конечно, ну, как бы, хотелось бы, конечно, и больше, как всегда, но, в общем, устраивает. Дочь взрослая уже, она самостоятельная, ей уже 21 год, она уже сама живет, ну, и с мужем. У меня муж тоже инвалид, и, как бы, у нас, и он тоже работает, и мы на две пенсии, на две зарплаты, нам хватает. Временно для реабилитации была предоставлена третья рабочая группа. Пенсия временная по инвалидности, вот, для реабилитации, 230 рублей. Как можно за эту пенсию выжить, не говоря уже, чтобы прожить, я просто не понимаю. Если б не работа. Вот социальная служба направила работать. А клад дали 500 рублей, да, работа не тяжелая. Вопрос вообще в том, вот у меня на год для реабилитации это, а вообще, вот, как людям дают пожизненную пенсию, третью группу. Пускай их там на 20-30 рублей больше. Как они смогут жить, если не работать, вот. Работу, как таковую, везде организации отказывают. Только вот в обществе инвалидов предоставляют. Вот, но у них лимит рабочих мест. Куда деваться людям? Куда смотрит государство, власти, правительство, вот. Почему назначают такую пенсию инвалидам? И почему говорят, что социальное государство, а на деле получается, что люди выброшенные, как бы, пока было здоровье, силы, они были нужны государству. А сейчас их выбрасывают вот так вот. Как хочется, так и доживайте. Меня зовут Елена, я инвалид второй группы с детства, опорная двигательная система. Работаю в компании не очень давно, вот, 10 сентября было ровно год. Работаю начальником отдела продаж. В моем коллективе 4 замечательных менеджера в моем подчинении. Мы занимаемся продвижением нашей продукции, швейной продукции. Работаем со всеми госструктурами. Это с медициной, со всеми больницами, с детскими садами, управлением и образованием. И со всеми, со всеми, кто в нас заинтересован и в ком заинтересованы мы. Ассортимент у нас очень большой, начиная от спецодежды, постельного белья. Во время коронавируса мы активно шили маски, до сих пор шьем защитные маски, костюмы, защитные комбинезоны. Работаем со всеми тканями Республики Беларусь. Замечательный руководитель, который нас понимает, он как сам инвалид, понимает нас, инвалидов. Понимает, что нам необходимо в определенный, скажем, день. Зимой, летом, вечером и так далее. Не обижает и в денежном плане. Знает, когда надо помочь, когда надо и пожурить. Не без этого, все-таки руководитель есть руководитель. Но работа очень интересная, заставляет нас каждый день быть в напряжении, каждый день чувствовать себя, что мы нужны своей стране. Зовут меня Людмила, я помощник директора предприятия Баркас, с которым вы уже немножечко знакомы. В коммерческом отделе вам рассказали, каким образом у нас происходит сотрудничество с другими фирмами. Ну вот, сейчас я вам покажу продукцию, которая уже вышла из рук портных. Чьем мы и специальную одежду, и одежду конкретно для медицинских целей, для медработников. Это халаты. Здесь халатная группа у нас представлена. Здесь у нас представлена костюмная группа, и в том числе для сферы обслуживания это передники, фартуки и костюмы для сферы обслуживания. Есть еще у нас большая группа утепленных вещей для рабочих специальностей и костюмы рабочие. Вот это то, что касается одежды. Кроме этого, отшивается большой ассортимент одеяла, подушки, так называемый мягкий инвентарь. В том числе пододеяльники, простыни, наволочки и прочее, прочее, прочее. Сувенирную какую-то продукцию у нас приобрести можно на ярмарках, и там мы торгуем в розницу. Очень большое количество выпустили масок. Как только коронавирус стал проявляться, стали выпускать маски. Вот и закончился рабочий день. Но не для всех. Борис Щербинин еще на работе. Договаривается с поставщиками, планирует открытие новых производственных мощностей. И всегда рядом его жена Людмила, его опора и коллега по работе. Ее любовь, верность и забота помогают ему с уверенностью встречать новый день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова